Всем привет! Вы на канале на кухне у цыганочки. Сегодня у меня очень вкусная зимняя заготовка. Приготовлю необычное лечо с белой фасолью. Цвет фасоли может быть любой. Хотите, возьмите красную, тоже будет прекрасно. У меня сегодня белая. Я ее, как видите, заранее замочила. Она у меня простояла в холодильнике 12 часов. Когда замачиваете фасоль на ночь, убирайте ее в холодильник, чтобы вода была у вас, осталась вот такая вот прозрачная, чистая и не было неприятного запаха. Если оставите при комнатной температуре, будет не очень приятный запах, не очень хороший. Но если замачиваете днем, то есть у вас есть возможность менять воду, тогда, конечно, оставляйте при комнатной температуре, меняя при этом воду. В общем, у меня фасоль уже набухла, простояла 12 часов в холодильнике. Я вот эту водичку сейчас солью, промою ее и перекладываю в кастрюлю. В сухом виде у меня фасоли было 450 грамм. Заливаю ее холодной водой. Поставила на плиту, сделала максимальный нагрев и буду ждать, когда закипит. Я налила 2,5 литра холодной воды. Как только вот так вот хорошо закипело, нужно нагрев сделать самый-самый минимальный, какой у вас есть. И пусть она потихоньку кипит. Она должна потихонечку булькать, сильно не кипеть. Крышкой я не накрываю. Время приготовления зависит, конечно же, от сорта фасоли. Какая-то бывает попадает быстрее готовится, какая-то дольше. Я вам скажу, сколько варилось у меня. Но я думаю, что минут 50, час, пусть так вот булькает. Пока у меня фасоль варится, я подготовлю все остальные овощи. Нужно мне 1,5 килограмма помидор. Я их чищу от плодоножки и буду перекручивать на блендере. Превращу все это в пюре. Можно помидорки пропустить через мясорубку. Смотрите, как вам удобней, как больше понравится. Вот так вот перекручу сейчас все помидоры. 400 грамм моркови натираю на вот такой вот корейской терочке. Можно на обычной, на простой терке натереть. И натираю недлинной соломкой. Вот такой вот короткой соломочкой. Лук и болгарский перец я беру тоже по 400 грамм, как и морковь. Перчик разрезаю на 4 части вот так вот. И вот такими вот крупными кусочками нарезаю. То есть полосочки мелкими не делаю. Чтоб он не был, не переварился и не стал такой разваренный. Лук я нарезаю четверть кольцами. Можно нарезать и полукольцами, если в лук не крупный. Овощи я почти уже все подготовила. Вот дорезаю последний перец. Времени уже прошло почти час. Я думаю, что фасоль моя уже тоже готова. Сейчас пойдем смотреть. Я ее попробовала. Она, конечно, еще немножко жестковата, такая аль дента. Но так как я ее буду готовить еще с овощами, она будет вариться, она доготовится и будет нормально. То есть варить ее хватит. Прошел час, этого достаточно. Выключаю, снимаю с плиты. Воду не сливаю. Фасоль оставляю так в воде. И даже если вы будете фасоль готовить заранее, оставляйте ее вот так вот в воде. Пусть она стоит, остывает. Она будет, наоборот, хорошая. Хуже ей не станет. Не переживайте. Она не разбухнет, не наберется воды. А наоборот, все будет хорошо. Так что оставляем пока так. Выключаем, снимаем с плиты. Следом сразу поставила кастрюлю на плиту, в которой я уже буду готовить лечо. Можете взять казан или какой-то тазик. В общем, в чем вы будете готовить. Разогреваете. Я поставила на средний огонь. Вливаю 150 грамм подсолнечного масла. Добавила лук. И буду обжаривать до слегка золотистого цвета. Слегка лук обжарился. Добавляем сюда морковь. И пожарим тоже минуток 5-7. Далее добавляю 2 столовые ложки томатной пасты. И дам ей обжариться до красивого, такого яркого цвета. Пусть минутку-две так пожарится. Только следите, чтобы томатная паста не пригорела. Помешивайте. Пришло время перекрученных томатов. Нужно дождаться, когда томат хорошо закипит. И дать ему прокипеть минут 5. Добавляю в кипящий томат 1 лавровый листик, пару душистых и штук 7 перчик горошком. Одну головку чеснока. У меня здесь 5 зубчиков. Нужно мелко порезать или пропустить через пресс. Это будем добавлять в конце варки уже. Следом сразу отправляю весь перец и фасоль. Все хорошо перемешиваю. Добавляю соль, сахар и жду, когда это все хорошо закипит. Как только вот так вот хорошо закипел, я засекаю время и варю с этого момента 20 минут. Соли я добавила 1 столовую ложку с горкой, сахара 3 столовые ложки. Полный рецепт вы сможете найти, как всегда, под видео в описании. Ну а соль, сахар вы, конечно, можете попробовать и добавить на свой вкус. Обязательно иногда помешиваем. 5 зубчиков чеснока я мелко нарезала. У меня в этом рецепте отсутствует уксус, но в роли консерванта я буду использовать лимонную кислоту. Добавлю вот так вот 1 треть чайной ложки. Это мы будем добавлять в конце варки. Также сейчас нужно уже поставить стерилизоваться крышки. Я залила водой, поставлю на плиту. Пусть кипят минут 5-7. И буду стерилизовать баночки. Я стерилизую в микроволновке. Наливаю примерно сантиметр воды. Ставлю на полную мощность на 5-7 минут. За 5 минут до готовности добавляю чеснок и лимонную кислоту. Лавровый листик уже можно убрать. Он нам больше не пригодится. Прокипело лечо 5 минут. Оно готово. Выключаем и снимаем с плиты. Посмотрите, какая красота, вкуснота. По-быстрому горячим раскладываем по стерилизованным банкам. Когда лечо раскладываете, его перемешивайте, чтобы у вас все было однородно. Накрываем стерилизованными крышками. И по-быстренькому сейчас будем закатывать. Также крышки можно использовать и под закрутку. В итоге у меня получилось 3 литра вкуснейшего леча с фасолью. Кто не готовил, обязательно приготовьте. Это очень вкусно. Можно кушать как салат. Подать на место гарнира. Особенно ценное будет это блюдо для тех, кто держит пост. Можно кушать вместо мяса. Так как фасоль содержит очень много белка. Банки я перевернула вверх дном. Обязательно проверяю, чтобы крышки были закрыты герметично. Теперь укрою чем-нибудь теплым полотенцем, пледом или одеялом. И пусть оно медленно, потихонечку остывает. А когда остынет, уже тогда можно убирать на длительное хранение. Как раз фасоль за счет своей внутренней температуры еще будет доходить. Как видите, она вот такая у меня неразваренная. Остается целенькая, красивая. Можно подать красиво на стол. Приятно будет выглядеть красиво. Так что потихонечку пусть остывает. А потом уже убираем на длительное хранение. Всем приятного аппетита. Спасибо, что вы смотрели мои видео. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк. Делитесь с друзьями в соцсетях. Я вам буду очень благодарна. И до новых встреч на Кухне у Цыганочки. Пока.